Уильям Джадж Карма Дитя есть отец взрослого человека. И доподлинно верно, что жизнь человека есть лишь результат его предшествующих жизней. Горе и напасти проистекают от содеянного прошлым зла, тогда как праведность родит блаженство. Это доктрина кармы. Но каким образом содеянное в прошлом зло или добро воздействует на жизнь настоящую? Действительно ли суровая немесида неизменно следует за усталым путником спокойной, бесстрастной, неумолимой поступью? Правда ли, что нет спасения от ее незнающей жалости руки? Что в соответствии с вечным законом причины следствий, который безразличен горю и раскаянию, каждый получит засодеянное полной мерой, что прошлое может обернуться несчастьем и страданиями, но также и благом? Тень вчерашнего греха обязательно ли должна омрачить жизнь нынешнюю? Или карма есть лишь синоним рока? Быть может, дитя раскрывает уже написанную книгу жизни, куда занесены грядущие события, избежать которые решительно нет возможности? Какова связь кармы с жизнью отдельного человека? Неужели ему не остается ничего другого, чем вплетать в пеструю ткань каждого земного существования грязные и выцветшие нити прошлых действий? Человека неумолимо затягивает водоворот из добрых намерений и порочных наклонностей, и нам говорят, какие бы действия он ни совершал, хорошее или плохие, все, что совершалось им в прежнем теле, неизбежно вернется как наслаждение или страдание. Ангуита 3 Есть карма хорошая, есть карма плохая, и по мере вращения колеса жизни старая карма исчерпывает себя и начинает накапливаться новая. Подобная доктрина может показаться чересчур фатальной, но стоит лишь немного поразмыслить, как обнаружится, что это не так. Карма двойственна. Она может быть скрытой и проявленной. Карма – это сам человек. Карма – это его действие. Верно, что каждое действие есть причина, которая дает бесчисленные всходы последствий, разрастающиеся в пространстве и во времени. Что посеял, то и пожнешь. В той или в иной ли сфере деятельности урожай будет собран. Человек действующий должен осознавать эту истину. Также важно разобраться в проявлениях этого закона в сфере действия кармы. В широком смысле слова карму можно было бы назвать временным расширением природы действия как такового. Так, каждое действие содержит в себе и прошлое, и будущее. Каждое прегрешение, которое может проистекать из действия, уже присутствует в самом действии. В противном случае оно никогда не стало бы действительностью. Следствие есть составная часть природы действия и не может существовать отдельно от причины его породившей. Карма лишь проявляет то, что уже существует. Будучи действием, она функционирует во времени. Таким образом, карму можно было бы назвать тем же действием в его временном аспекте. Очевидно также, что существует связь не только между причиной и следствием, но и между причиной и человеком, которого затрагивает следствие. В противном случае он пожинал бы последствия чужих поступков. Иногда может казаться, что так оно и происходит, но это всего лишь видимость. В действительности мы имеем дело с нашим собственным действием. И только это и ничто иное вас заставляет жить и умирать. Примечание. Это цитата, а также эпиграф из «Света Азии» Арнольда, книга «Восьмая», редактор. Следовательно, чтобы понять природу кармы и ее связь с отдельной личностью, необходимо рассмотреть действия во всех его аспектах. Любой поступок проистекает от ума. Вне ума нет действия, а значит и кармы. В основе всякого поступка лежит желание. План желания или эгоизма сам по себе есть действие и матрица каждого конкретного поступка. Этот план можно рассматривать как непроявленный и все же проявляющийся двойственным образом в том, что мы называем причиной и следствием, то есть поступком и его последствиями. В действительности и поступок, и его последствия, суть, следствие, сама же причина находится на плане желания. Желание, таким образом, есть основа действия при его первом проявлении на физическом плане, и желание определяет временное протяжение действия на основе его кармической связи с отдельной личностью. Чтобы быть свободным от следствий кармы любого действия, человек должен достичь состояния, не содержащего той основы, где могло бы затеплиться действие. Из семени, скажем, горчицы, вырастет только горчица и ничего больше, но для того, чтобы оно проросло, также необходимо посадить его в землю и надлежащим образом возделывать. Землю можно сколько угодно обрабатывать и поливать, но растение не взойдет без семени. Точно так же семя не взойдет при отсутствии первых двух компонентов. Первым великим результатом кармического действия является физическое воплощение. Сущность, состоящая из желаний и склонностей, и стремящаяся к рождению, прокладывает себе путь к воплощению. Выбором условий среды, в которой она воплощается, руководит закон экономии. Какая из тенденций будет преобладать, то есть, которая группа склонностей окажется сильней, та и приведет ее к той точке воплощения, где будет наименьшее сопротивление. Она воплощается в ту среду, которая наилучшим образом соответствует ее кармическим тенденциям, и человек получает все следствия действий, содержащихся в проявляющейся таким образом карме. Этим определяется место рождения, пол, условия, в которых протекает детство, не обремененное пока еще ответственностью, физические особенности, зачатки различных болезней. По сути дела, все те факторы физического существования, которые обычно определяются терминами «наследственность» и «национальные особенности». В сущности тут мы имеем дело с законом экономии, который лежит в основе всех этих терминов и объясняет их. Возьмем, к примеру, какую-нибудь нацию, имеющую свои специфические особенности. Они представляют собой поле для развития тех индивидуумов, у которых большинство характерных черт гармонирует с этими национальными особенностями. Воплощающаяся сущность, следуя закону наименьшего сопротивления, рождается в этой нации, воспринимая все кармические средства, которые сопутствуют данным особенностям. Этим объясняется смысл такого понятия, как «карма нации», к тому же, что верно в отношении народа, приложимо и к семье, и к кастам. Однако следует помнить, что имеется множество тенденций, которые не исчерпываются актом воплощения. Может случиться так, что одна карма бывает исчерпана после того, как привлекает сущность к физическому воплощению и определяет среду, в которой та рождается, открывая тем самым дорогу для проявления других тенденций и кармических следствий. Например, кармическая сила обрекает сущность на воплощение в крайне скромной среде обитания. Она может родиться на свет в бедной семье. Карма сопутствует этой сущности, пока не исчерпывается. С этого момента жизнь принимает совершенно иной характер, все более расходящийся с условиями окружающей среды. Другие склонности, порожденные прежними действиями, начинают порождать, в свою очередь, свои соответствующие кармические следствия. Неизжитое следствие прошлой кармы могут по-прежнему проявляться в виде препятствий и трудностей, которые преодолеваются с переменным успехом в зависимости от того, насколько они серьезны. Если встать на точку зрения, что каждая сущность, рождающаяся в мире, создается, так сказать, с нуля, то мир этот преисполнен огромной и ничем не объяснимой несправедливости. Если же смотреть на это с точки зрения кармы, то странные превратности судьбы и кажущиеся случайности могут предстать в совершенно ином свете, как безошибочное проявление причины и следствия. Так, в семье, где дети рождаются в одних и тех же условиях нищеты и невежества, один ребенок волею судьбы вдруг попадает в совершенно другие условия, его усыновляют богатые люди, или неожиданное стечение обстоятельств позволяет получить образование, которое ставит его в совсем иное положение в обществе, ибо карма, обусловившее воплощение, исчерпалась и вступила в свои права другая карма. Естественно, возникает крайне важный вопрос, может ли человек воздействовать на свою карму, и если да, то до какой степени и каким образом? Как уже говорилось, карма – есть продолжение действия, и чтобы все ветви кармы могли проявляться, действие, порождающее карму, неизбежно должно иметь основу или поле для своего пребывания и развертывания. Но действие может пребывать на нескольких планах. Есть план физический, тело с его органами и чувствами восприятия, далее интеллектуальный план, память, которая связывает все отдельные восприятия в единое и последовательное целое, и ум, устанавливающий порядок в своем хранилище фактов. Вслед за интеллектуальным идет план эмоциональный, план предпочтения одного предмета другому, так называемый четвертый принцип – человек. Эти три плана – физический, интеллектуальный и эмоциональный – связаны исключительно с объектами чувственного восприятия, их можно было бы назвать полем великой кармической битвы. Примечание. Смотрите Бахагавадгиту. Все события, описываемые в поэме, вращаются вокруг столкновения на бранном поле, священной равнине Курукшетра, что значит «тело», которое находится во власти кармы. Существует также план этический, план распознавания между «мне следует это делать» и «это делать мне не следует». Этот план уравновешивает интеллект и эмоции. Все это планы кармы. Именно ум, как основа желания, порождает действия на различных планах, и только посредством ума воспринимаются последствия, действия и бездействия. Воплощающаяся сущность приносит с собой кармическую энергию из прошлых существований. Иными словами, действия прошлых жизней ожидают дальнейшего развития в качестве своего средствия. Кармическая энергия прорывается наружу в соответствии с природой деяния. Физическая карма проявится в физических особенностях, неся с собой и наслаждения, и страдания. Точно так же интеллектуальные и этические планы есть результат прошлых кармических особенностей, и человек, таков, каков он есть, с его моральными качествами и интеллектуальными способностями, являет собой неразрывную связь с прошлым. Таким образом, при рождении сущность обладает определенным количеством кармической энергии. Затем наступает момент, когда начинает действовать новая карма. До этого мы имеем дело только с первоначальной кармой, но когда появляется ответственность, новая личность становится хозяином собственной судьбы. В высшей степени ошибочно полагать, что личность всего лишь марионетка прошлого, беспомощная жертва судьбы. Закон кармы не есть нечто фатальное, стоит лишь немного поразмыслить, как становится ясно, что личность способна воздействовать на свою карму. Если на какой-то один из планов будет привлечено большее количество энергии, чем на другие, то прошлая карма станет разворачиваться именно здесь. К примеру, человек, стремящийся лишь к чувственным наслаждениям для осуществления своих целей, будет оттягивать энергию с более высокого плана. Чтобы пояснить нашу мысль, выделим в человеке две сущности – высшую и низшую. Когда ум и устремление ограничены низшим планом, в нем устанавливается огонь или центр притяжения, он питается и разрастается за счет энергии высшего плана, которые выкачиваются и опустошаются в ходе удовлетворения потребности в энергии, возникшей на низшем плане вследствие устремления к чувственным наслаждениям. Но центр притяжения может быть установлен на высшем плане, и тогда вся необходимая энергия устремляется вверх, давая как бы прирост духовности. Следует помнить – природа щедра во всем и никогда не отводит своей дающей руки. Запрос сделан, и он будет удовлетворен. Но какую ценой? Энергия, которая могла бы укрепить моральную природу человека и поддержать устремление к добру, привлекается к низшим желаниям. Связь с высшими планами постепенно истощается, и карма сущности, хорошая и плохая, целиком втягивается в воронку физического плана. С другой стороны, если запросы человека лежат вне плана чувственных наслаждений, если ум его постоянно направлен на достижение высшего идеала, то карма прошлого не найдет точки опоры, чтобы закрепиться на физическом плане. Таким образом, она будет проявляться в строгом соответствии с планом желания. Чувственная энергия физического плана исчерпает себя на высшем плане, и ее следствия предстанут в преобразованном виде. Отсюда понятно, каким образом можно изменить следствие кармы. Человеку невозможно приобщиться к тому, о чем он не думает, поэтому первым делом необходимо утвердить мысль на высшем идеале. В этой связи уместно сделать замечание относительно раскаяния. Раскаяние – это такая форма мысли, когда ум постоянно возвращается к содеянному. Если же вы хотите очистить ум от греха и его кармических последствий, раскаяние ни к чему. Всякий грех зарождается в уме. Чем больше сосредоточивается ум на том или ином поступке, испытывая при этом удовольствие или боль, тем меньше для него вероятность отрешиться от такого действия. Манас, ум – это душевный узел. И как только он снят с какого-либо предмета, иными словами, как только ум теряет к нему всякий интерес, то пропадает и связь между человеком и кармой, сопутствующей этому предмету. Именно отношение ума и есть тот паук, который затягивает вокруг души кармические путы. Он сковывает наши высокие устремления, ставя перед ними непреодолимые преграды. Именно желание толкает карму прошлого на проявление и построение бренного вместилища нашей души. Соответственно, лишь отрешившись от любых привязанностей, душа прорвется сквозь пелену боли, лишь преобразовав ум, можно снять кармическое бремя. Таким образом, хотя и верно, что всякое действие имеет свое следствие, в то же время сами действия, хорошие или плохие, не могут быть устранимы. Они возвращаются к человеку в его последовательных перевоплощениях, созревая каждая соответственным образом. Однако это созревание есть деяние самого человека. Когда утверждается его свободная воля, он становится собственным спасителем. Карма мирского человека оборачивается суровой немесидой, и она же раскрывается в гармонии с высшими устремлениями человека духовным. Он с одинаковым спокойствием взирает на прошедшее и на будущее, и не раскаивается вновь и вновь в грехе, содеянном когда-то, равно как и не ждет награды за добрый поступок в настоящем. Уильям Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok